Всем привет. Ну, наконец-то вышла сборочка. Уже, как говорится, стабильная версия Linux Mint 18.3. Значит, ну, поставил я на неё все свои программы. Как видите, грузится она на верталочку нормально. Всё, как говорится, работает, как положено. Какие были, значит, скажем так, нюансы? Значит, здесь я несколько отошёл от своего обычного порядка, при помощи которого я, значит, устанавливаю SystemBug. Решил, скажем так, несколько поэкспериментировать. Объясню, в чём дело. Значит, вот для Linux Mint 18.2 были пять шагов, которые необходимо было выполнить. Я, значит, практически SystemBug устанавливал на любую из сборок. И Цинамон, и X-Face, и Мэйд, и Кеды. Здесь же, значит, я просто ограничивался вот установкой сначала вот самого SystemBug. И при загрузке в виртуальную машину, значит, он там выдал сообщение, что, значит, там не работает. Убрал, значит, отдельно Каспер. Ещё раз сделал контрольный снимочек. Всё равно не грузится. И затем, значит, вот добавил LiveBoot. И после этого SystemBug стал создавать нормальные копии. Для вас же, значит, вот практически можете ставить вот таким вот образом SystemBug к себе на машину. И всё будет, как говорится, работать нормально. Ну, и традиционно, значит, опять-таки вот повторяюсь. Значит, вот здесь у меня на кладовочке. Так. Вот, на Кроке. Значит, программа для Линукса. Значит, ищем словечко T-Ring. Вот оно. Скачал два файлика. Этот разархивировал. И по пути, значит, указанному вот здесь, я, значит, вот этот разархивированную папочку вставил. И T-Ring у меня прекратился. Ну, про T-Ring я тут уже повторяться там тысячу раз не буду. Ну, вот, это дёргание экрана. И обычной такой вот прививочкой оно всё, как говорится, нормально лечится. Значит, также стали нормально подключаться репозитории. Помните, в предыдущем видеообзоре по 18.3, значит, вот нажимал там я на источники приложений. И, как говорится, ВОЗ оставался на прежнем месте. Ну, а теперь вот, пожалуйста, зеркала все работают. Их можно поднастроить по своему месту жительства. И также, значит, не ставился, значит, не появлялся в панельке флаг раскладки клавиатуры. Вот. Теперь, значит, он тут ставится нормально. Все остальные программы, значит, практически ставятся на ура. И можете их ставить и настройку делать по тем урокам, значит, которые я, значит, выдавал. Значит, ну что, ну вот смотрите. Просто отдельно делать видеоурок уже смысла я не вижу. Вот. Практически вот на центральной странице моего сайта вот имеется видеоурок. Установка и настройка Linux Mint 18.2. Значит, ну дело в том, что под ней, значит, вот такая имеется подробная менюшечка. И тут, пожалуйста, с любого места, значит, куда вы там кликаете, практически вы сразу попадаете на этот участок видеоролика. Видеоролик, он большой. Сейчас скажу, сколько. Два часа и сорок шесть минут. Ну, практически вот отсюда всегда можно попасть на любое необходимое, скажем так, меню. Даже в некоторых местах, там я отсылал уже даже на другие видеоролики, которые посчитал, ну, наиболее, скажем так, полезными для настройки. Поэтому вот, значит, базовый установочный курс Linux Mint, значит, он остается прежним. И еще раз делать урок по установке и настройке Linux Mint 18.3 я особой нужды не вижу. Нюансы, значит, вот по SystemBuck я вам тут рассказал. Работает он нормально, копии делает, хорошие, рабочие. У меня вот со всеми, со всеми там моими программами, значит, SystemBuck, сейчас скажу. Вот. 2,9 гигабайта. Ну, тут у меня, как говорится, уж напихно программ от души. То есть, все те программы, которыми я, скажем так, пользуюсь. Поэтому, значит, вот два момента, значит, если у вас наблюдаются разрывы, когда вы записываете программой Simple Screen Recorder, и когда, значит, включаете, вот, варите слайд-шоу, то без приливки тут сполохи идут сплошные по экрану, и никакой плавности нет. Ну, а здесь, видите сами, все плавненько и чудненько. Значит, то есть, тиринга, значит, здесь нет. Ну, вот, в двух словах, значит, о новой сборке. Теперь, где же ее, эту подружку, значит, можно найти? Давайте посмотрим. Вот, по этому адресу, на Яндексе она появилась. Значит, тут можно скачать или Цинамон, или Мэйд. Кеды и Экспейс куда-то, значит, улетучились. Ну, поскольку я большой любитель Цинамона, мне это особых волнений не принесло. Значит, ну, что, ну, ссылочку я, ну, вот, можете взять, скопировать вот этот адрес. Вот, ссылочку, значит, я размещу под видеороликом, и вы сможете, значит, сразу попасть и скачать себе необходимую вам сборку. Ну, практически вот и все. Значит, ничего супер-бупер там нового я, значит, не понаблюдал. Я думал, что поменяют название репозиториев. Ну, Ксения, так и остались репозитории, поэтому виртуальную коробочку я оставил, значит, Ксения. Значит, ну, и, значит, все остальное, как говорится, ну, сами видите, все работает, крутится, вертится, как говорится. Ну, поставил я себе ее еще, потестирую. Ну, в принципе, все заявленные программы, значит, работают нормально. Вот, так что могу вам рекомендовать, сделайте там себе отдельный раздел на жестком диске, там, от 30, там, до 50 гигабайт. Установите туда эту сборку, потестируйте там недельку-другую. Если вам понравится, ну, потом уже в качестве основной можете ее установить. То есть, сделайте уже систембаком настроенную копию, запишите на флешку, а там уже с флешки можете поставить как основную рабочую систему. Вот практически и все. Ну, ладно, желаю вам всего самого доброго и до новых встреч.